Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. И сегодня у нас на самом деле экстренный выпуск, потому что после определенного события я не смогла спать и искала любую возможность, чтобы скорее снять вам это видео и предупредить о кое-чем. В общем, первым делом я об этом расскажу, а потом я покажу свои покупочки фикс-прайс. Помните, мы с вами совсем недавно в прошлом видео покупали вот такое вот зеркало, оно вот здесь крепится на липучках. Что произошло у меня? Я поставила это зеркало на полочку, то есть оно уже здесь было, когда мы с вами, помните, его распаковывали, то есть оно было уже с вот этими штучками, я вставила только вот эти по бокам и вот это, то есть раз, два, три, четыре детали всего было. Я поставила, прикрепила все, поставила на полочку, но у меня полка была очень высоко, и мне хотелось в это зеркало смотреться, поэтому я его нагнула вот так вот, то есть оно не как стандартно вот так вот было, да, как обычно, а я его вот так нагнула, чтобы сверху я могла смотреть на себя, поняли, да? То есть вот таким образом оно у меня было. И сверху стояло, то есть немного вверх я посмотрела, и себя вижу. Буквально через сутки, да, где-то сутки прошли, я играю с малышом, там, все дела, или укладываю его спать, я слышу грохот. Думаю, что за фигня, интересно, ну, как бы не придала значения, не сильно что-то там, да, ну, как грохот и грохот, что-то упало, что упало, непонятно. Уложила пацана, вышла в зал, думаю, а, вышла в зал, уже забыла даже про это, потом смотрю, а у меня зеркало, вот это зеркало, отвалилось и валяется, благо, у меня на полке. То есть у меня полки, 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 тут еще полка, и потом идет пол. То есть это зеркало отвалилось и упало у меня, ну, как бы на вторую полку. И просто меня осенило, что, что может быть? То есть это зеркало могло упасть на ребенка, это зеркало могло упасть на пол, разбиться в дребезги, то есть осколки потом собираю, да, с ребенком. Это как мне повезло, что в этот момент я укладывала ребенка спать, и что его рядом не находилось, и как повезло, что это зеркало упало не на пол. Я думаю, как оно могло упасть, в чем дело? И потом увидела, раскрыла, и здесь оказываются липучки. Просто, оно держится просто на липучках двусторонних, вот они. Я, короче, охренела, честно говоря, и я подумала, блин, вот так вот, вот так вот же может быть, что оно разобьется в присутствии ребенка. Это жесть, так нельзя. Ну, блин, зеркало по-любому можно ставить, что его вот так прям нельзя ставить? Глупость, правильно? Поэтому не очень это хорошо, более того, это плохо, и с этим нужно быть аккуратной, и закрепить его как следует на нормальный клей. Вот, вы должны об этом знать. И, кстати, раньше, когда я что-то приобретала в фикс-прайсе, я до сих пор помню такие пистолеты, которые там были, клеить, да, как они взрывались у многих в руках. У меня не взрывались, кто-то писал, да нет, все нормально, бред какой-то, я верю в то, что могли взрываться они в руках. Девочки писали мне, когда я красивые кружечки такие купила, прозрачные себе, девочки мне писали, будь осторожна, кипяток туда не наливай, потому что эти кружки лопаются. И ни одна девочка мне об этом писала. И у меня до сих пор к кружкам фикс-прайс, на самом деле такое. Бывает, я вижу прикольную кружку, потом я вспоминаю эту историю, как взрывались, и той кружкой я с тех пор тоже не пользуюсь. То есть мне все эти советы пригождаются, пишите, предупреждайте, если что-то в фикс-прайсе вы пробовали, и что-то с этим пошло не так, как бы обязательно предупреждайте, а я буду предупреждать остальных зрителей, потому что это на самом деле может быть опасно. Вот этот момент с зеркалом, я просто когда увидела, что оно упало, я охренела, я охренела, и просто подумала, блин, как повезло, что условия, в которых оно упало, были такие, да, что я сейчас его прикреплю, и будет все нормально. Вот. Ну, я в принципе не ожидаю от фикс-прайса, знаете, что-то такое прям, то есть я не виню прям супер-пупер в фикс-прайсе, что они такое продают. Нет, просто есть... Фикс-прайс это на самом деле сборная солянка в том, что они продают, они находят эти недорогие вещи где-то, там, 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 по всему миру, да, и продают это в одном месте. То есть нам не нужно искать что-то дешевое, мы пришли в одно место и купили что-то дешевое. Нет, это просто производители, они так производят, они не думают об этих всех вещах. И просто в фикс-прайсе этого много, мы там все это покупаем, поэтому надо предупредить, да, что это именно в фикс-прайсе есть. И вот дешевые вещи, они этим и не хороши тем, что они могут вот такие сюрпризы нам давать. Я надеюсь, что моя информация была полезной. Обязательно ставьте лайк, если это так. И я надеюсь, что вы все пойдете, у кого есть такие зеркала, и обязательно их подклеите. Будьте осторожны. А теперь давайте приступим к нашим покупочкам. Вот у меня пакетик, сразу скажу, то есть у меня не две вещи, но немножко. Я забежала в фикс-прайс, были кое-какие вещи, которые мне нужно было бы купить. Как вы заметили, у нас теперь с вами новый красивый белый фон, на котором, мне кажется, я смотрюсь еще более гармонично. Я давно хотела такую ширму. Как ее делать, как ее сделала я. Есть отдельное видео у меня на канале. Можете посмотреть буквально недавно, там пару видео назад, пару дней назад я выставляла. И, конечно же, красиво теперь, хотелось бы ее как-то декорировать, эту стену, что-то придумать. В интернете я увидела, что девочки делают очень красивые цветы, большие, из салфеток. Поэтому в фикс-прайсе я набрала салфеток. Единственное, я хотела взять розовые и белые, но я не взяла обычные дешевые салфетки, которые там много их в пачке. Я захотела взять какие-то красивые, там вот премиум, колор, цвета красивые, более крупные. Но у них были только такие цвета. Но я подумала, что если мне не пригодится сюда, например, я взяла бежевые и коричневые, вот можно их как-то цветы сочетать, да, и как-то красиво тут повесить, они будут свисать, у меня такие большие, красивые, большие, маленькие, красивые цветы бумажные. Если нет, то буду вытирать руки или что-нибудь. Буду вытирать. А, и еще вот красивый цвет тоже. Он тоже не белый, не розовый. Пёрышко называется. Три слоя, 20 штук. Ай, какой вот этот цвет, а сиреневенького, знаете, я не знаю, не видно вам, наверное, но хотя, в принципе, смотрите, может и как белое пойти. Ну, то есть, тоже разнообразие. Вот такие цветы еще могут, вот где-то здесь находиться. В общем, какие-то салфетки 55, какие-то 50. Какие, где, непонятно. Мне непонятно. Итак, дальше. Дальше, девочки, я увидела еще больше вот этих вот блокнотов шикарных. И, блин, на самом деле, я их беру, потому что я очень хочу делиться с вами тоже. Я тоже хочу, ну, когда конкурс я буду делать, а он совсем скоро, потому что у меня уже совсем скоро 200 тысяч подписчиков на канале, которые я очень жду. И я уже готовлю коробочки, и в этих коробочках будут вот такие блокноты. Только я не знаю, вот эти сделать блокноты или те, которые я откладывала в прошлый раз с пайетками блокноты. Но это точно не в одном конкурсе будет. Это будет в каких-то разных конкурсах. Вот надо подумать, какие лучше. Я подумаю. Но в любом случае, эти блокноты для вас, если они не в этот конкурс попадут, то они попадут в какой-то другой конкурс. Но все будет для вас, не переживайте. Значит, я взяла еще вот такой вот. Тут другие немного цвета были. Там много их было. Такая сова. Интересная. Потом котята. Котята. Рыбки мне очень понравились. Эту тему морскую. Любят очень красивое сочетание цветов. И тоже мне понравились попугаи. Очень яркий, красивый такой. Лето как раз таки уходит. И этим блокнотом можно его задержать. Внутри просто белые листы. Не знаю, говорила я об этом или нет. Теперь скажу. Дальше. Смотрите, какие красивые наволочки я нашла. На самом деле, совсем недавно мы с Кристинкой разговаривали о том, что у нее там что-то не было наволочек или еще что-то каких-то. И, насколько я помню, по-моему, я ей такого цвета дарила покрывало. По-моему, что-то вот такого цвета. Точно не помню. Но если я ей дарила покрывало именно такого цвета, то эти наволочки, они по 77 рублей. Кстати, кому интересно, вот нет. я ей задарю. То есть они будут у нее красиво на фоне. Мне кажется, что вот такие пушистые наволочки, они дают какой-то уют такой. Ну, вот такого цвета я не видела во всяком случае. Вообще, вот из какого-то плюша такого. Я что-то не помню, что в фикс-прессе были они. Может были, я что пропустила, может. Но у меня таких, по-моему, нет. Вот. Так что, Кристина, если вот такого цвета я тебе дарила покрывало, я просто не помню. Я помню, что у тебя не белое покрывало, а с каким-то отливом. Если с таким, то эти наволочки твои. Если не с таким, то эти наволочки мои. Дальше. У меня в машине, в машине? А, нет, это я не для машины брала. Точно. Это я взяла для работы. Это такая салфетка. На самом деле, очень крутая салфетка. Мы все ее покупаем в фикс-прессе, у мамы моей. И в машине всегда должна быть. Такая салфетка, она намокает, как-то, она такая прорезиненная, а она не оставляет следов. Я вот эту салфетку взяла к себе в магазин, для того, чтобы вытирать свое огромное зеркало. Потому что, совсем недавно, я нафоткала для магазина. А вы знаете, это на самом деле не просто. Там перемерить 15 вещей, просто устаешь так, что уже больше ничего не хочется. Это же надо не просто там, одел, снял, одел, снял, подружке показал. Нет, ты надел вещь, потом ты ищешь свет, потом ты делаешь 1500 фотографий, чтобы, блин, ну, показать эту вещь нормально, понимаете? А не так, как она часто получается. То одно там торчит, то другое там лежит. И в одной вещи крутишься, блин, полчаса перед зеркалом. И когда ты приходишь домой и видишь, что у тебя заляпанное зеркало, и думаешь, блин, как эту фотку выставлять, как эти ляпы убрать? в общем, я вошла, я думаю, так, в фикс прайсе нужно взять мне вот такую вот тряпочку. Откроем ее. Я просто внутри вижу какие-то... О, она даже мокренькая. Я внутри вижу какие-то эти... Ой, все-таки классные. Ну вот. Розовая, мягкая, классная. В общем, я буду вытирать ей зеркало. Да. Она... Ее можно намочить, постирать, вот так вот положить, влажная, и она очень долго хранится, вот для тех, кто не знает, да, она очень долго хранится во влажном состоянии. И вот в машине моя мама стекла вытирает, например, там, да, зеркала. У меня в машине такой нету, она все время ругается, но зато у меня такая будет на работе. И в принципе дома вот такой вот тряпочкой можно вытирать стекла без развода. Вот. Дальше это вот такие носочки, которых я не видела. Здесь целый набор черные, темные, светлые, короче, пять цветов, представляете? Пять цветов вот таких вот носочков. И я захотела их взять, потому что бывает, что, знаете, вот осень, весна, и вот прям уже ты обувь одеваешь теплую, но носок, он как бы даже обычный простой носок, как-то тепло создает сильно. У меня бывает, когда я хочу одеть именно капроновые носочки. И я хотела вместе с вами просто достать и посмотреть, что это, носочки, гольфики или как они вообще там? Просто носочки. А если мы замерим? докуда они доползут? Интересно. В общем, вот. По-моему, ничего симпатично. И разные цвета есть. Это очень классно, потому что мы можем подбирать. Я вообще люблю наборы всякие, да? Вы уже поняли это, так. А, ну, носочки, они такие, не скажу прям, что они какие-то слишком тонкие, они нормальные, короче, средние. Вот сколько стоит такой набор носочков? Сейчас я вам скажу. Вот такой набор носков стоит 55 рублей. И еще, что я взяла в фикс прайсе, меня заинтересовало, вообще невзрачная упаковочка, бархат, универсальные перчатки бархат. Сначала я хотела купить просто пачку белых латексных перчаток, потому что мне девчонки очень часто советуют, что они берут просто в аптеке латексные перчатки, красят волосы и им все нравится. Хоть я и взяла цветные красивые там перчаточки себе домой, но решила, думаю, возьму и пусть еще такие будут. Потом я увидела вот эту невзрачную упаковку, тут написано бархат. Я думаю, может быть они не такие латексные, как все, а какие-то бархатные, может они чем-то пропитанные, потому что латексные, они такие прорезиненные, мне кажется, немного неудобные, а вот если внутри что-то припыленное немного будет, знаете, что-то какая-то смазка или напыленность, специально, чтобы руки там комфортно себя чувствовали. В общем, хочу попробовать, посмотреть, что за перчатки в подобной упаковке. Ой. Ой, нет. Не, ну вообще можно ими красить, наверное. Они очень грубые и похожи, знаете, на что. Хотя вот, кстати, внутри они не... да, припудренные чем-то. Ну, не припудренные, а именно текстура такая припудренная. То есть, она влазит легко. Не знаю, может быть, можно. Нет. В принципе, нормально. Но они плотные, то есть, латексные, они более такие тонюсенькие, и вот те, которые я взяла себе, тоже они такие более тонюсенькие. Такое ощущение, что я их одела, знаете, на разные руки. Мне, наверное, кажется, да? Прикольно. Все, мои хорошие, вот это все были покупки, но самое главное, это предупреждение в начале видео. Пожалуйста, будьте осторожны, прислушивайтесь к людям, которые вам советуют что-то, что произошло в фикс-прайсе с тем или иным предметом, потому что от этого никто не застрахован, раз на раз не приходится, и меня многие уберегли уже от подобных каких-то вещей. Это самое главное, не игнорируйте. Если у вас все было хорошо, это не значит, что все эти продукты замечательны у всех. То есть, скорее всего, что если эта вещь какая-то дешевая, что в большинстве случаев с ней может что-то произойти, и в не очень хороших условиях. Поэтому будьте в детях. Ну а я с вами обращаюсь до следующего видео. Обнимаю, целую, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok